привет youtube после небольшого перерыв чека даст бы так сказать отпуск перед чемпионатом мира возвращаюсь к вам с первым видосом по чемпионат мира это будет прогноз пиком который регулярно проводится райт на чемпионатах мира где вы угадываете там кто будет выигрывать туда сюда много чего нового интересного добавили в этом я вам сейчас расскажу про него и сделаю как раз таки свой прогноз и так пиком соответственно выбираете там кто выигрывает получаете за это наград и и так далее все максимально очевидно приступить нововведение какое нам сделали у нас теперь будет этот магический шар где мы выбираем 5 вопросов с чемпионами 5 вопросов с игроками 5 вопросов с командами и 5 вопросов с определенными событиями в игре дальнейшем на соответственно будет уже прогнозы на плей-офф предварительной стадии групповая стадия через финал полуфинал финал все как обычно плюс список лидеров будет где невероятное количество селебрити с русского сегмента снг сегменты лиги легенд такие невероятные популярные личности в снг лиги легенд как николстар который не комментирует лигу легенд уже больше наверно трех лет дарт зак например вот тоже легенду хотя бы самый большой youtube канал в снг в принципе справедливо зачок вот тоже который больше года уже дали глиги легенд у нас не комментирует тейнер допустим 2 наверное самый большой канал по лиге легенд хотя не уверен генерал еще куда не шло дарья вот капустина кто такая представлениями вроде как она что-то какой-то редактор на портале cybersports.ru но что она здесь делает я вообще никогда не смогу принять любой ответ ну что что это как смурф хорошо это коренная ну как бы очень киберспортивно скажем так точно знает хорошо и по моему кира еще есть короче список очень странный у меня попка пригорела что меня там нет я расстроился но как говорится собаки лают караван идет поехали делать прогноз на магический шар а ну и награды какие вы получите давайте вам скажу награды там будут всякие у нас соответственно капсулы там будут эмоции иконки если вы угадываете все вам даю открывают все ультимативные скины короче все то что внутри лиги легенд там какой-то контент будете получать не как было раньше когда можно было компьютеру играть и так чемпионы какой чемпион будет выбран больше всего раз во время чем это мира вопрос довольно сложный из популярного что у нас это точно не должен быть персонаж который будет все время в бане например какая-нибудь к листа который скорее всего будет много контеститься и будет много блокироваться ездить не будет мое мнение что это будет какой-нибудь топпер наш топпер в первой ротации почти не трогают а какой топпер у нас может быть больше всего раз пикнут и кто на них больше всего играет конечно же вот этот молодой у нас человек это будет порт им хо можно в теории поставить туда допустим отрокса какого-нибудь отрокса тоже скорее всего будет довольно много пикать может быть в теории куриник тон если брать джанглеров может какой-то там джарван трандл что-то в этом плане может лисина очень много появляться учитывая что лисина бафнули но мы пока не понимаем насколько сильно его бафнули поэтому тут такой трудный момент поэтому я беру орна мне кажется самый оптимальный выбор кто будет больше всего раза блокирован брокен персонажи очень много блокирует у нас вот этого чела самый сильный мидер сейчас я не вижу вообще абсолютно никакой альтернативы кто это может быть кроме азира если только какая-нибудь к листа но опять-таки к листа немножко нерф или непонятно комета будет на боте азир мой безопасный вариант на эту позицию у какого чемпиона быть самая высокая частота побед на чемпионате мира учитывая читается чемпиона выбраны хотя бы пять раз вот этот трудный очень вопрос вот эта максимальная монетка то есть здесь угадать кто блин больше всего раз выиграет кого будут пикать сильные команды кубу пикать wild card и так далее очень трудно я думаю что макай будет сильный но его не сразу раз так сказать прочухают и и мне кажется что в теории это может быть он но опять таки вот с этим пунктом здесь уже надо ну флипать монетку это может быть и какой нибудь а дэш них типа из реали которого немного будут брать но при этом сильные команды когда-то другие дошники будут блокировки то есть абсолютно любой персонаж из более-менее мета вы здесь может быть поэтому это вы просто флипить какой чемпион чемпион будет взят на наибольшее количество ради на чемпионате мира я так прикинул мне кажется нас особо нету персонажей которые будут пикаться больше чем на две роли поэтому си джуани наверное мой самый очевидный выбор здесь потому что на флексис топ джангл она точно будет на чемпионате мира из таких персонажей кто он еще плейся может быть окаля да допустим она на миде на топе мы будет скорее всего играться так или иначе я в теории думал что может быть сенной как-то да кто-то может оказаться на боте но там обычно либо там кенч либо какой-то силон то есть это максимум все равно flex на топ там кенч может там быть у нас одесса порт условно поменяться но в общем не особо прикинул чтобы можно было кого-то зафлексить реально на три позиции поэтому любого кто скорее всего будет на двух позициях можете наверное выбирать вот ну и кто больше всего раз погибнет должен быть какой-то энгейдж саппорт у нас занерфили ардентов на занерфили лулу юми у нас одесса ников под них тоже занерфили поэтому скорее всего будет мета-энгейдж саппортов плюс бафнули тарша и поэтому надо выбирать либо наут либо трэш либо леона но насколько трэш мета войдет пока непонятно поэтому мой выбор будет простой это будет наутилус на нем будут играть всякие ваткарт команды и так далее это для меня мне кажется довольно безопасный выбор у кого будет самый высокий когда на чемпионате мира ну здесь как бы черч офф чови как обычно я думаю что джинджи выиграть чемпионат мира они один из главных фаворитов чови гений этой игры я вполне могу представить что как минимум в топ-3 он будет очки вы получаете за топ-3 так или иначе в теории можете поставить сюда допустим рулера можете поставить сюда например какого-нибудь ягау или на это там из топ из порции с джейджи но в любом случае джинджи топ и спорт же джейджи фавориты если вы хотите скорее всего выбрать что-то побезопаснее только берете кого-то из них либо мидер либо от дэшников соответственно джеки лавы я бы конечно ставить не стал учитывая как он отыгрывал свой финал в китае и так далее кто сыграет наибольшим количеством разных чемпионов на чемпионате мира тут конечно вопрос такой мне кажется что это может быть либо саппорт либо какой-нибудь джанглер но опять же мы должны учитывать что игры будет скорее всего много в теории можно подумать и взять например селху который будет играть у нас плейн стадию и потом уже будет основе играть в основной стадии и у матча быть больше можно взять например канаве которого в принципе чемпион пул большой он там и на билвет играл в финалах и так далее и в своем первом прогнозе который я так для себя накидывал я поставил и канаве но сейчас я предудумался мне кажется что сяо ху как раз таки может быть вот тем человеком который учитывая плейн стадию может взять небольшое количество уникальных персонажей но опять таки может быть брокенблейд может быть таргмас например если брать то есть тут много вариантов ну я брал либо канаве либо сяо ху наверно кто заработал хотя бы один пятакил это опять таки флип между дэшниками я беру рулера можно взять джеки лава up to you наибольшее количество убийств первых на чемпионате мира мы берем кого-нибудь проактивного джанглера кто у нас проактивный джанглер мы берем тяна или мы берем канале это два наших выбора пенат как бы lc key и стиль вот этот он в принципе на самом деле пена довольно проактивный играл но не прям чтобы совсем проактивно чтобы я его здесь для себя брал но бтв да и можете еще хоп убрать если вы хотите там среди других и дэшниками за джеки лава там и так далее я наверное выберу здесь все-таки канаве я наверное выберу здесь все-таки канаве а он как сигал проактивнее играет и двойку них самая такая наверно вот в плане роли гейма давящая как мне кажется все таки чё вебинат ребята помедленнее в игры играет поэтому я здесь возьму канаве и кто совершит больше всего бис за одну игр на чемпионате мира опять-таки флипы между от дэшниками это может быть рулер это может быть джеки лав это может быть какой-нибудь миссинг и так далее я выберу рулера просто потому что могу хотя не обращай давайте выберем кого-нибудь из китая пусть это будет пусть это будет все-таки джеки лав давайте команды какая команда победит на чемпионате мира опять-таки хотите безопасный вариант выбирайте либо джинджи либо топы спортс либо джейджи три основных фаворита по мнению большинства максимум кто может быть где-то рядом с ними это и джи какие-нибудь может быть тиван но это вообще практически невозможно прогноз если что терлистом и так далее если еще сделаю чуть попозже когда мы досмотрим все wild card какая команда займет первое место предварительной группе а у меня есть здесь темная лошадка в виде the chiefs я вполне могу представить что фанатик и вилджиниус из челкнут это все дело но я хочу флипнуть на вилджиниус фнатик наверно самый безопасный вариант самый стандартный я чуть-чуть больше монеточку подбрасываю выбираюсь и вилджиниус из но если вы хотите что-то еще более вероятно это убирать фанатик дальше какая заменда команда займет в группе b тут rng максимум можно взять dragon x но команда рнжи должны это все дело выигрывать какая команда среди первых вторых мест пройдет дальше всего но у нас как бы в групповой стадии две команды гамма sports и соответственно flying oyster из того что я видел мне кажется весь и службы ли получше чем flying oyster но при этом давайте вспомним кто не в группе быстренько у гамма топ и спорт срок ну то есть у гамма здесь будет dragon x у flying oyster здесь будут рнжи но скорее всего вероятность того что flying oyster обыграет фанатик свыше чем того что гамма обыграют рок топ и спортс или ddrx правильно правильно очко выбираем flying oyster вот так легко это все делается дальше идем хотя flying oyster мне мне кажется намного слабее чем гамма sports из того что я видел но вероятность того что они выглядят хандартив свыше чем того что гамма выиграют других какая команда сыграет наибольшим количеством разных чемпионов на чемпионате мира опять-таки команды которые должны сыграть много игр которая должна выйти в плей-офф играть best of 5 это скорее всего какая-то команда из китая jetu можно было бы выбрать у нее не факт что выйдет из группы то есть это или джинджи или китай кого тут выбрать топ и спортс или джи джи можно выбрать рнжи в теории учитывая что не будут играть play in и потом могут выйти в плей-офф и так далее то не скорее всего вероятность того что они сыграть больше игр больше но то что и там будет больше чемпионов не факт совсем поэтому я наверное остановлюсь на джи джи а так но опять-таки я думаю что нужно выбирать куда китайскую команду которая вероятнее пройдет финал или джи джи или т.с. просто условный джи туда у небольшой чемпион пул но маловероятно что если не выйдут не выйдут из группы что за 6 игр они так вот так уж и много пассажирной пипы правильно сколько всего будет разворотов во время серии до трех чемпионов короче сколько всего будет реверс в команду ведет 20 и проигрывает потом 23 соответственно всего будет 11 серий у нас реверс вип и ну типа не факт что прям будут в обильном количестве 12 я думаю могу представить три плюс это уже будет прям очень много мне кажется что два потому что плюс-минус фаворитов у нас будет очень много именно в своих best of 5 если я считаю а сколько 5 киллов ну давайте 1 2 3 плюс это опять-таки вы флипайте просто нуде вот это последнее тоже конечно флип сколько будет самая длинная игра длится мы тоже там плюс-минус тыкаем как нам кажется сколько баронов похищено будет ну там 35 давайте допустим сделаем какой дракон больше всего раз будет на чемпионате мира для это я готовился к этому всю жизнь и каста с юрой флешен за на этом были не зря чтобы наконец узнать какой дракон будет больше раз начать мира и конечно же я выбираю воздушного воздушный дракон главный наш ему в целом все прогнозе сделали первый дальше уже буду наверное в группа выкладка выкладывать на групповой этап скорее всего я сделаю еще дополнительный прогноз но в целом примерно как-то вот так спасибо что смотрели это видео не забывайте подписываться на канал отправлять своим друзьям это видео чтобы они могли тоже сделать свой пик он возможно тоже пишут у меня и получат с этого очки но не факт что они получат потому что я могу указаться не прав подписывайтесь на канал приходите на стримы весь чемпионат мира будет у меня на твиче плюс ведутся на ютубе приходите смотреть все в лайве все игры будем смотреть ничего не пропустим все откомментируем и узнаем тоже лучше в этом году